Здравствуйте, дорогие зрители канала Фея Цветов. В прошлом своем видео я рассказала о многолетниках, цветах, которые можно посеять в январе месяце. В этом своем видео я хочу рассказать, какие семена цветов однолетников можно посеять. А также хочу рассказать о комнатных цветах. Почему именно однолетники? Потому что их можно посеять и попозже. Но дело в том, что вы же хотите, чтобы они пораньше зацелили. Давайте приступим. Кобея. Очень сложно ее вырастить, если не знать, как это делается. Я даже в прошлых видео, по-моему, даже уже и рассказывала, как мы брали стаканчики торфяные, погорячее водой заливали их, всаживали туда семена. Через недельку, когда уже оно разбухнет, эта семечка, снимали пленочку и опять засаживали в стаканчик. Оно быстро прорастало. Потом оно начинает гнать, аж по 20 сантиметров в сутки может гнать это растение. Но дело в том, что вам это делать необязательно. Потому что, кто не знает, это может очень повредить. Лучше посадили. Можно туда же в стаканчик. Можно вообще в обычную землю. Но нужно улажнить. Следить за тем, что оно не пересыхалком. И ждать, когда оно прорастет. Когда прорастет, оно будет быстро расти. Хотя кобея и однолетник, но именно его нужно посадить, чем пораньше. Львиный зев. Или другими словами его по научному антерину. А по-простому на Украине их называют собачками. Эти цветы очень красивые. Если вы хотите, чтобы они пораньше зацвели, то можно тоже высаживать в январе месяце. Далее. Партулак. Партулак. Даже некоторые, может быть, будут говорить, зачем вот это надо именно в январе месяце. Чтобы пораньше зацвели. Некоторые же, вы знаете, для чего используют портулак. Он очень красиво смотрится не только на балконах. Оно еще красиво смотрится в клумбах. Поэтому, чтобы заранее у вас была красивая грядочка, клумбочка. И ваши балконы, чтобы красиво смотрелись. Можно этот портулак посадить заранее. Здесь я показала вербену. Дело в том, что ампельные сорта обязательно нужно пораньше посадить. Также можно лабелию. Я ее не представила вам, но я просто упустила этот момент. Но лабелию и вербену, особенно ампельные сорта, обязательно нужно садить, чем пораньше. Чтобы они цвели все лето, до поздней-поздней осени цветут. И порадуют вас красивыми цветочками. Вербены, вы вот смотрите, есть разные-разные разновидности. Но они все очень красивые. Хоть кустовые, хоть ампельные. Ампельные в первую очередь нужно посадить. Ну, конечно, красавица петуния. Кто ж не знает, что это такое. Почему именно петунии надо сеять в январе месяце? Чтобы потом можно их распикировать. Если вы хотите делать пикировку, или хотите выставить их на балконы свои, можно неотапливаемые балконы выставить пораньше, то вы, пожалуйста, садите их сейчас. Вот смотрите, какие именно разнообразные сорта. Есть, конечно, такие сорта петунии, которые очень тяжело вырастить. Они здесь в ампулях. Там буквально их по 10 штук. Особенно ампельные сорта. Видите, здесь ампула внутри. Я вот специально вот так вот ее продавила, чтобы вы видели, что здесь вот такая вот колбочка, в которой всего 10 семян. Из этих 10 семян вы можете потом распикировать и сделать несколько видов цветов. Если вы не будете их пикировать, тогда садите в один горшок сразу несколько штук. Тогда у вас красивее и пышнее будет петуния смотреться. Дальше однолетка сальвия. Кто ж не знает, как красиво смотрится сальвия на клумбах. Сальвия бывает еще высокая, кустовая, бывает низкая. Здесь вот у меня представлены как раз из низких сортов. И именно есть херуминовые. Они как раз такие высокие, простенькие. А вот эти вот, они такие красивые, блескучие их называют. Или блестящие их называют. Есть и голубая. Есть и другие разные-разные цвета сальвии сейчас. Не только красные. Алисиум. Здесь я показала их разноцветие. Но на самом деле, конечно, самый лучший пахнет. Это Алисиум белый. Он очень хорошо пахнет медом. И такой цветок украсит вам любую клумбу, любой балкон. На улице он хорошо смотрится. Куст будет пышный. И тоже будет зависеть от того, какая у вас будет крепкая рассада. Газание. Это мой любимый цветок. Почему именно из всех однолетников я выбрала газанию? Потому что это мой очень любимый цветок. И поэтому, если у вас есть возможность высадить рассаду пораньше, высаживайте. Если у вас есть теплицы, то хорошо выращивать врезию. Она выращивается также на срез. Дальше пассифлора. Пассифлору тоже можно и дома выращивать, и на улице. Дома можно сделать такой красивый, красивый, типа взять, например, взять корзиночку и на корзиночку наплести вот его плеть. Будет очень красиво смотреться. Это как пластмассовый цветочек получается. Как будто бы вкрученные его цветы, как будто вкрученные. И они зацветают быстрее, если их посадите, чем пораньше. Дихондра. Дихондра. Дихондра это замечательный цветок. Можно его и на балконах, можно и в комнате. Если вы его выставляете на улице, он будет пышно-пышно цвести, как водопад не спадает. Но его на зиму лучше заносить в дом. Цикламен. Я еще также, когда называла бегонию, рассказывала, что надо высаживать чем пораньше бегонию, чтобы у нее хорошо образовались, хорошо к осени образовались клубни, то не назвала еще глоксинью, цикламен. Эти все цветочки, которые необходимо посадить чем пораньше, чтобы у них завязались хорошо клубни. Цикламен хорошо цветет, когда прохладно, в прохладное время. Вот. Дальше. Стрелиция. Очень красивый цветок. Ну, просто вот как будто бы птица какая-то летит. Смотрится красиво. Но очень тяжело прорастить семечко. И это семечко очень плотное, крупное. Его даже некоторые скарификации проводят. То есть подпиливают его. Но кто не умеет этим заниматься, то лучше, конечно, этим не заниматься. Просто нужно хорошенечко его стратификацию провести. Где-то не меньше трех недель. И высадить в грунт. Поставить в теплое место. Или можно чередовать, чтобы было прохладно и тепло. Прохладно и тепло. И тогда быстрее прорастет этот цветок. И зацветет пораньше у вас. Стевия. Стевия самый неприхотливый цветок. Но семена мелкие. Поэтому людям очень тяжело его вырастить. Для него мягкий грунт не нужен. Ему нужна нейтральная почва. И эту стевию, если вы вырастите, Она такая благодарная. Вам даст столько росточков. Даже каждый вот отломавший. Такие тонкие-тонкие у нее стебли. И каждый этот стебелек не нужно выкидывать. Нужно садить в землю. И оно дальше будет расти у вас. И будет очень-очень много росточков. Но для того, чтобы прорастить ее, Нужно чем пораньше посеять семена. И ухаживать за ними. Не переувлажнять. Самое главное. Но чтобы ком был чуть-чуть слегка влажный. Баговник. Хлопок. Другими словами. Некоторые в Средней Азии, Если кто увидит меня, Наши земляки даже, наверное, посмеются. Но надо же, представила, как цветы. Но дело в том, что это экзотика. Это экзотика. Но у нас действительно оно тем, Не тем оно значимо, Что там прорастает потом хлопчатник. А тем, что у него очень большие, крупные цветы. Они даже, по-моему, крупнее, чем у мальвы цветы. Ну и сам хлопок вам будет очень намного интереснее. Поэтому, если вы его посеете в рассаду, То у вас уже к осени, Где-то к октябрю месяце, У вас будут настоящие коробочки. Эти коробочки вы можете поставить, Как сувенир дома. Как в вазочку. И у вас будет красивый, прекрасный букет. Амардика. Очень экзотическое растение. Оно прекрасно растет, неприхотливое. В природе оно растрескивается. Вот эта коробочка раскрывается, Растрескивается. И выпадают семечки. Они зимуют. И на следующий год уже прорастает много растений. Но, если вы хотите, Чтобы оно уже в этом году вам дало плоды, Тогда обязательно его высадите в рассаду. Сначала проведите стратификацию, Не меньше двух-трех недель. А потом высаживайте в грунт. И получите в этом году уже, Где-то в октябре месяце, У вас уже будет урожай.